Широкомасштабные празднования самого патриотичного праздника будут проходить не только в Чите, но и во всех уголках нашего края. Все участники парада и шествия по главной улице города дойдут до мемориала «Боевая и трудовая слова за байкальцев», где состоится торжественный митинг с участием первых лиц, которые возложат венки к вечному огню. Здесь же будет организована интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времен Великой Отечественной войны, интерактивная площадка, полевой лагерь, оружие победы, полевая солдатская кухня. В преддверии праздника Министерство труда и социальной защиты провело опрос по предоставлению мер поддержки и непосредственной помощи ветеранам войны. На сегодняшний день в нашем крае живут 4153 ветерана Великой Отечественной войны. Из них в лекарствах нуждаются 524 человека, 7 ветеранов, 3 вдов ветеранов, 4 труженика тыла нуждаются в улучшении жилищных условий. По итогам работы 5 обращений уже удовлетворены. Из федерального бюджета в 2019 году на обеспечение ветеранов жильем планируется потратить 19,9 миллиона рублей. Мы совместно с Советом ветеранов, органами местного самоправления провели подворовый обход всех ветеранов и участников войны, сформировали на каждого ветерана социальный паспорт. И сейчас проводится информационно-разъяснительная работа, в которой участвуют начальники территориальных отделов соцзащиты по предоставлению всех мер социальной поддержки, которые могут быть предоставлены. В рамках мероприятия также обсудили вопрос о праздновании 80-летия битвы на реке Холхенгол. Согласовано проведение выставки из Холхенгола посредственно подлинников здесь, в Чите, в Байкальском крае, посвященных событиям холхенгольским. Научно-практическая конференция ежегодная, которая проводится в сентябре, посвящена будет 80-летию этих событий. Ну и проведение концерта монгольского коллектива на нашей территории. Программа празднования Дня Победы в Чите стала одной из главных тем обсуждения Оргкомитета. В муниципальных образованиях края планируется проведение более 8 тысяч мероприятий, в том числе масштабных акций, бахта памяти, флешмоб «Песни Победы», акция «Голубь мира», «Краски Победы» и другие. Специальная радиопрограмма создаст особую атмосферу реконструировать современную улицу в улицу Победы. На площади декабристов фестиваль бардовской песни «Послевоенная танго». Программа на площадке «Танцевальный 41-й год», «Коровки военных песен», акция «Случайный вальс», «Танцевальный флешмоб» под музыку 30-40-х годов с участием ветеранов танца. Более 50 предложений по организации Дня Победы поступило от жителей края. Так, в этом году на театральной площади впервые пройдет театральная акция. Жители нашего города смогут увидеть различные театральные зарисовки, посвященные историческим событиям. А в шахматном парке проведут мероприятие для детей, рассказывающие о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Ночь короткого метра под открытым небом, мотопарад и другие мероприятия. По традиции на главной площади города состоится концерт «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й», который завершится праздничным салютом стоимостью 500 тысяч рублей. Серафима Ляхова, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова